Ю-ху! Наконец-то! Седьмая серия ШГШа! Давай ты лучше присядешь! В прошлый раз, когда у Димы Потип отец и была трагедия Поэтому Я, конечно Ладно, ладно Очень печально, что типа, ну Умер отец На самом деле отец не умер На самом деле Блин, ну вот я видел его в тиктоке Влад Вер Да, Влад Вер И он Ржал, когда люди писали Как хорошо, что вы не умерли, да? Или как там Ну всяко там такими Всякими были И я это все видео слышал, конечно Прикалывался Даже он сам мим собой это смеялся И Казал, типа он Папин Дима, типа я Ушел с сериала навсегда, типа Поэтому вот Ну что ж, друзья, я надеюсь Будем продолжать смотреть новые видео А то, что бросил девушку за измену И получил по заслугам Ну И за то, что попал в больницу там И все Ну поэтому мы и узнаем в новом теле Поэтому вам пожелаю всем приятного просмотра Давайте мега поставим больше лайков И подпишемся на канал Потому что моя цель это 2500 подписчиков Всем приятного просмотра И вы хороший человек Ход на Теперь же кредит на него не выплатил Иван, ой, что вы делаете? Поиграли и хватит Это что такое? Мам, дай секури Я тебе цветы заказал Всем поставили отличные оценки Учитель вообще тот Да, уж Самый поздравший учитель Он еще и в совести вернулся Кто-нибудь Лучше бы домой Потому что Оливия Алексеевна не захотела тебя слушать Уволил? Да уж Девай, уволил тебя, человек Нормально Это вообще не до тебя Мне нужно догнать Оливию Просто нужно было На нас Если руку не уберете, я вам вашу старую шуфлятку развалю Дело лучше, чем ты Ребят, собираем более 100 тысяч лайков И мы публикуем новое видео А если ты еще не подписан на канал Сделай это прямо сейчас Так, ну, это последняя коробка Спасибо Что, Дима, тебе рады переезжать или как? А-а-а-а Не знаю, что будет Что, помогать с переездом? Дима, слушай, а ты уверен, что эта идея с переездом хорошая? Нужно исправлять все И, пожалуй, лучше начать с семьей Будете? Я, наверное, нет Мне уже в школу было Леопольд Арнольдович, я хотела вам сказать спасибо, что заботились о Диме как о родном Я надеюсь, вы больше своего ребёнка Надеюсь, Дима будет, но, жить мамой И, надеюсь, не будут у него проблемы в семье Я так думаю Дима, не будете оставлять у других людей Дима, слушай, а ты сильно хочешь в школу? Может, недельку дома посидеть? Вы же знаете, какие у меня там проблемы Их тоже нужно решать Проблемы, проблемы у меня в школе все вошли в твой положение Так что, можешь не переживать на этот счёт Леопольд Арнольдович Я теперь буду другой Вот увидите Дай угадаю На завтрак у нас блины Давай теперь он будет стоять здесь Хочешь, можем что-то поменять в комнате Или, хочешь, можем переехать Может, в другой город? От проблем не убежишь, мам Даже в другом городе они останутся И ты хочешь, что мы с тобой переехали? Или твоя новая семья тоже с нами? Давай пока без новой семьи Я попросила их на какой-то период оставить нас наедине Что мы с тобой могли Да уж Вместе провести больше времени Ну, надеюсь, что это время поможет нам с тобой сблизиться Как мама и сына Кстати, это тебе Ну, что смотри Давай, бери Я знаю, что ты сломал там ноду Спасибо, мам Так, что по блинам? И как я зайду? И что мне сказать? Димон, не бойся Сразу иди Если они не будут выпендриваться То Куда угодно их пошли И все Будет окей Хи-хи-хи-хи-хи Димон, что нам не бойся? Как ходить? Леопольда Жнольтович Да, они там сейчас стоят и обсуждают тебя Но это не повод стоять здесь и бездействовать Тяжелее исправлять свои ошибки Мягче их совершать И к тому же Если у тебя будут какие-то проблемы Первым делом Можешь обратиться к нам? Спасибо вам большое За все, что сделали для меня Да, кстати, математику сделаем А то там это старая шиплятка Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Я тут деньги принес. Какие деньги? Бабушка тебя заберет сегодня? А, за ноутбук деньги. Конечно, заберет. Димон, что за вопросы? Это, а может, ты мне деньги отдашь, а? Ну так, чтобы всяких последников там, а? Нет, лучше я их оставлю пока что у себя. Тебе не доверяют. Может, сразу у меня? Мне можешь доверить. Видишь? Это кто такой? Ну, ты же, ты не можешь. Короче, как ты понял, я раньше в этой школе смотрящий был. Наказывался. Они что, там, братанами что ли стали? Это же девушка, вы что? Меня даже еще погоняло было. Да уж. Два окнома нашли друг друга. Я так понял, Камран себе нового кента нашел, да? У меня семья подрастает. Он же на Димона обиделся за то, что тут его бабушку старой шухлядкой назвал. Можно было бы и войти в положение Димы? Ты как вообще? Нужна какая-то поддержка от нас? Или может, от класса? Ну да. То есть, что помнить, мы всегда рядом. А, то есть, мы все забыли и просто просили. Слушай, Анжела, давай без этих твоих соплей, и ты уж иди в класс, и там базарь все дальше про Диму, а Диме будет все равно. Ну, вот что вам надо Диму? Блин, ну, вы отстраиваете против него, да? И всякое там. Ну, ситуация, ситуация. Дальше продолжается так теперь идти. И все. Сдели его. То, что у него случилось, это не знак того, что нужно ходить, творить всякую фигню и не справлять ее. Вон, у Камрана вообще родителей нет. И что теперь? Дура. Это разные ситуации. Ну, давайте теперь ходить и только жалеть его. Тем более, отец его и так давно бросил. Что он был, что его не было. В чем разница? Берешь своего пуделька на лебедку и валите в будку, и чтоб мы вас тут не видели, ясно? Дура ты, Анжела! Слушай, Димун, ты не обращай на нее внимания. Она просто вообще ничего не понимает. Ну, хоть же я не сломаю за тебя, а? Я просто крест уже на нее поставил. Да, Сань, твоя поддержка, это, конечно. Можно попросить вас об одном? Не нужно меня жалеть. Хорошо? Понимаешь, ты извиниться не хочешь перед бабушкой моей? А лучше перед... А чего вы, блин, перед Олегом Алексеевым, то перед бабушкой, Дима, сейчас все разберется, господи. Она же из-за тебя работу потеряла. А давайте я это вместо Дмитрия сделаю, а? С кого начнем, Камран? Да нет, Рашид Живдатовна, мы так подшучивали. Шутники. Дерстки. Значит, шутника этого, пожалуйста, в класс забери. А вы, Григорий Федорович, в свой класс заберитесь самостоятельно. Дим, вы как? Спасибо, Рашид Живдатовна. А вы как? Ну, за меня можешь не... Дима, ну... Жалко я вам. Хотя, конечно, погром ты в школе устроила. Я, собственно, хотел бы все исправить. Не подскажете, у вас случайно нельзя взять номер Оливе Рассеевны? А зачем номер? Давай я тебя сразу на адрес отвезу. А можно? Дим, ну ты взрослый мальчик вроде бы. Ну что такое? Она действительно уволилась. Так, давай ты действительно сейчас займешься исправлением всего того, что он натворил. А про Оливию Алексеевну пока что... Рашид Живдатовна. Да, если что, если помощь в кабинете. Я очень занята. Софья Андреевна, знаете, у меня срочно... Ой, капец. Софья Андреевна идет, а я уже дадю, да. Ну, я вспомню, у меня дело. Вообще, очень масса... Ну, а вы ничего не хотите сказать учителю? Простите, что обозвал вас. Это все? Вы понимаете, Дмитрий, в жизни бывает всякое. Но это не есть поводом вести себя как хам. Вы прежде всего ученик этой школы. А Димова что-то знает? Он может скоро станет губником, а не ученик. А свои проблемы все оставляете. Ох, хорошего дня, Софья Андреевна. Ну, что, один решил повторить за совсем... Ой, за Рашиной. О, явился особенный ребенок. Парту зачем сломал? А, вообще сломал у него. А, сломал он Герман. Он же последний приземлился у меня, да? Простите, я компенсирую. Готова поспорить, что не компенсируют. Что-то я нового ноутбука у Саши не вижу. Спасибо, что парта нам хоть школа дает, а не он. Слушайте, а эта парта покрепче будет, да? Вот просто если я Анжела кинула, она выйдет. Себя кинь, хотя такую тушу как... Ты и так, блин, Анжела, блин, думает. Ты мало кто подымет, ну, разве что только Арина. Сама ты жирный. Я вам сейчас покидаю, а ты... Что вы судите? Покое оставьте, у него горе в семье произошло. Горе не всегда плохо. Порой именно оно нас делает сильными, и мы стараемся такими, какими есть. Если думаешь, что всех можно швырять на парты, и это решит твою проблему, то лучше подумай еще, желательно, головой. Подожди, если хочешь отомстить этому особенному деду, можешь его же оружие пальчики ему порубить вот так. Ой, я смотрю, Димону понравилась твоя идея. Я хочу попросить у вас прощения, потому что тебе стыдно... Да вот, блин, ну, хоре, Анжела. Пока что ты сделала? Потому что мы не понимаем, что происходит, а ты у нас все понимаешь. Ну, конечно, ты сначала сделал, а только потом подумал. Алина, я тебя люблю. Постоянно одно и то же. Срать на тебя. Слышишь, Анжел? Давай я физику сказать. Ну, сейчас я не прав, Димон. Ты мне тоже это... Да ладно, я-то что? Не особо-то я обижаюсь. Мне скорее в кайф, когда что-то ломается, и я при этом не участвую. То есть, то самое, из-за которого у Димона пишу, значит, концерт преименительный, когда даете? А трек от вас новый, да? Не разлюблю тебя никогда. Нет. Рот закрой. Да что ты начинаешь? Саша, молодец, хоть заступился. Один пацан хоть заступился. Ее лучше ударить. Он все равно домашку не дать списать. Спасибо тебе, что пришла в трудный для меня момент. Слушай, ты выйти не хочешь? Если ты планируешь сказать мне, что мы не вместе, то я не сильно хочу выходить. Не знаю, Дима, сейчас все, что происходит между нами, это не то, чего я хочу. Ну да, лучше с Германом быть, чем со мной. Опять ты о своем Германе? Ты меня вообще не слушаешь. Сколько тебе еще нужно человек-апарту сломать, чтобы ты меня понял? Я тебя не понимаю. Ты даже сейчас проблему во мне ищешь. Виноваты всегда оба в отношении. Но ты в этом году все слишком запустил. Я запустил? Ты меня обманывала? Что я должен был думать? Ты говоришь об астрономии одно, а там другое. Ты приходишь по записке на встречу, ожидая другого. А ты не ждал другую? Да вообще сейчас не об этом. Ты мне даже тогда не дал четкого ответа, конец ли наших отношений. А потом начал меня ревновать ко всем. Я тебе не говорила о конце. Представь картину. Вот мы с тобой сейчас миримся. Заходим в класс. Да все над нами будут смеяться, потому что вот в который раз это происходит? То есть ты хочешь быть вместе, но думаешь о том, что будут говорить другие? Да уж, ситуации, ситуации. Я тебя люблю, но... Что, но? Я люблю того Диму, с которым я познакомилась. Того робкого, романтичного парня, который покорил мое сердце своими глупыми поступками, который устраивал мне романтические свидания, говорил, что любит, доверял мне, ничего не требовал. Просто любил. Я это додумаю. А что, если бы мы тогда не начали отношения? Но ты... Что я? Какая я? Я тебе не все рассказываю. Как-то я не так веду себя с другими мальчиками. Недостаточно люблю тебя. Какая я? Я не та, которая тебе нужна. А может, я разрушила эти отношения? Может, я во всем виновата? Что? Я тебе изменил. Как изменил? Ты надеваешься? Димон! Димон! Как ты мог изменить? Кто она? Не важно, кто она. Важно, что дело не в тебе. С тобой все хорошо. Ты замечательная девушка, которую я любил. Я уверен, что ты найдешь парня, которого ты будешь ценить подосточь. Ты изменил, обвинял меня. Ну, тогда все сходится. Знаешь... Да уж, Леваник. Я даже на секунду подумала, что правда проблема во мне. Я ненавижу. Лучше ты будешь ненавидеть меня, чем себя. Да уж. То есть ты бросил Полину из-за того, что изменил ей своемышленной девушкой, чтобы ей легче было при расставании, и она не винила себя? Да. Но теперь она ненавидит тебя и считает, что ты изменил. Да. Да. Во-первых, это самое тупое, что ты делал. А ты делал много тупого. Очень много. Но вот это... Да я понял, понял. Но мне кажется, что так будет лучше для нее. И что бы ты мне ни говорил, но одну проблему я все-таки решила. Слушай, Димон, по-дружески, если у меня когда-то будут проблемы, никогда их за меня не решили. Так, всем добрый день. Всех рада видеть по местам, быстренько сели. Сегодня мы с вами проводим практику с наблюдениями. А вы типа будете за нами, да, наблюдать? Не я за вами, а вы за процессом. Сонечка, что у вас по планам на вечер, мальчики? Так, ну, смотря кто спрашивает и кому адресоваться. Ну, спрашиваю я и спрашиваю вас. Да. Критики не прибавилось. Нет, Ксюша, мне в последнее время лучше вообще никуда не высадить. Садись парты. Я сейчас лично за вами начну наблюдать. Тетради открыли. Я не вижу. Слышь, а ты с Полиной прям точно все? Просто твое облегчение по расставанию выглядит, но не очень облегчающе. Я думаю, что вечером есть... Серия просто бомба, ребят. Что? Ксюша, это что? Точно не хочешь выбраться куда-то вечером? Мне кажется, тебе это сейчас бы не помешало. Дмитрий, вот, пожалуй, с вас и начнем. Эм, Рашид Жадов... А, чё это такое? Если я правильно понял, нам наблюдать за пузыриками и конспектировать не так я себе физику в старших классах представлял. Во-первых, дерзкий. Это не пузырики. Это термический процесс в открытом сосуде. Терморегуляция замкнутой системы. Господи, во-вторых, Дмитрий, как день проходит? Нормально. Всё хорошо у вас, Класс? Хорошо, Чавдата, но нам долго за этими пузыриками наблюдать. Я просто, кажется, понял принцип, и мне они не нравятся. Значит так, дети, когда вы пронаблюдали процессы в Колбе и записали результаты своих наблюдений в тетради, можете передавать Колбу на соседние парты. Хорошо, даже в Датум. Я прошу извинить меня, но я не могла пройти мимо. Я всё понимаю, конечно. В семье горе. Но мы что, теперь всё будем ему прощать? Да, когда её не звали. Софья Андреевна, а у вас, простите, срочное что-то? Или... Да чё, много с ними протали, как на ваша отца. Как всегда подождать может. Григорий Фёдорович, говорите. Он вор и украл мои деньги. Что? Римона, ты точно сегодня проблемы решаешь? Просто это уже вторая, и пока мы на тяжечку. Рашид Жорнатовна, а это записывать, как наблюдательный процесс? Или это не ваша часть эксперимента? Так, давайте ещё раз. Григорий Фёдорович, то есть вы утверждаете, что вас украли деньги, правильно? Да. Их Дима украл. Спасибо. Софья Андреевна, а у вас доказательства есть? Или вы, как обычно, пустую тратите время моего урока? И вообще, что за внимание к Дмитрию бесконечное? А вы, может, на твоих лучше посмотрели, а? А вы лучше в его вещах посмотрите. Он же тут, и вряд ли их куда... Ой, 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 конечно, конечно. Хочешь типа украть. Кто-то переложил. Ты что, у него деньги украл? Так, стоп. То есть деньги всё-таки украли? Рашида Жорнатовна, Саш, ты же сам всё видел. Вы собирал эти деньги год на подарок своим родителям, на их годовщину. Димон, ты тут мануешь? Он сейчас серьёзный. Доставайте рюкзак и выворачивайте всё. Так я не позволю вам обыскивать учеников на моих уроках. Позволю, не позволю. Вот. Это что? Дима, не молчи. Сразу отвечаю за это, что я хочу отдать деньги Саше, потому что сегодня мама отдала деньги. Дима, пожалуйста, не молчи. Не будь терпимым. Деньги Гриши, которые я взял. Это ваши? Ну ты больной или как? Да, вся сумма на месте. Но так как деньги найдены... Блин, он дурак. Я ничего не буду предъявлять Диме. И можно его не наказывать. Я с ним сам потом поговорю. У него и так проблем хватает. Не хотелось бы, чтобы директор его отчистил. Спасибо вам. Софья Андреевна. Это вам спасибо. Это вам спасибо, дорогой Григорий Федорович. Если бы не вы, мы всегда решим особо спасибо. Побольше бы таких учеников, как вы, в школе было, тогда бы у школы проблем бы не было. Мерзкий вы человек, Дмитрий. Дмитрий, даже учитывая все, что произошло, зачем вам это? Класс. Мне кажется, пришло время нам всем проверить наши личные вещи. А то мало ли там еще чего-то не хватает. Так рты закрыли. Работаем. Так, слышите, я ничего вообще не понял. Зачем ты это сделал? Деньги были мои дерзкие. Сейчас я вообще не ч... Блин, понял. Ты что, дурак, Дима, или как? Его не понял? Ты что, решил уйти в отрыв по полной? Полина, теперь этот. Значит, ты просто творил фигню. А теперь ты творишь непонятную. Так бабки реально были твои? Подожди. Так это были мои бабки. Ты что их этому гному отдал? Смотрите, мне сейчас это сошло с рук. А если бы я сказал правду, отчислили бы Гриш. Ну и что? В его кармане мой новый нот был. И все благодаря тебе. С каких пар ты защищаешь? Эдик, ценой своей жопы, а? А если бы не про каналы, и ты бы на отчисления пошел. Так я сейчас вас отчислю к чертовой матери. У нас урок не закончен еще вообще-то. Да, я вообще ничего не понимаю. Нафиг ты это сделал? Сперва расстаешься с самым близким человеком. А теперь спасаешь какую-то гнину. Слушай, Дима, не знаю как, но моя бабушка сегодня приедет в школу за деньгами. Я надеюсь, все все успели. По крайней мере, те, кто работал, кто не работал. Ну что ж, поделаешь теперь. Тетради мне все собрали. И хорошего дня вам. Реши даже в дату. Что? Дмитрий, вы кому хотите домой забрать? Знаете что? Я более чем уверена, что с этим вашим конвертом что-то не так. И вы что-то скрываете. Я вас умоляю, пожалуйста. Да уж. Я, конечно, в шоке. Но, блин, ну зачем Дима как-то там молчит? А вот порешайте как-то без последствий. Хотел это что? А где найти нашего строителя? Мне просто кое-что нужно ему вернуть. Ничего себе. Как Димон тут поробрался. Значит, слушай сюда. Если ты мне сейчас не вернешь деньги, я возьму. И этими паскогубцами буду тебе по одному пальчику. Что? Ты этого не сделаешь. Что, поверил в себя? С какого начнем? С указательного? Или, может, мизинца? А я все расскажу. Тебя со школы выпрут. Да то у меня все пальцы будут целые. А во-вторых, сегодня же не выперли. Да ты что, с головой не дружишь? Значит, с мизинца. Все, стой, стой. Стой. На свои деньги. Вот и отлично. А что ты меня сразу не сдал? Там же явно было видно, что я блефую. Я хочу начать все с чистого листа. Отныне я решаю свои проблемы без участия класса. У нас с тобой были конфликты. Я разбила в тебя бутылку. Ты подставил меня с предложением. Сдал меня беде с поцелуем. И многое другое. И я не хочу, чтобы это все повторялось снова и снова. И так до бесконечности. Я тебя спас. Тем самым мы с тобой в расчете. Ни ты, ни я тебе ничего не должен. Но если тебя что-то не устраивает, я приду с новостью. Я тебя понял. Вот и отлично. Если что, это идея Камрана. Я знаю. Я принес плоскогубцы. Вы их забыли у нас в классе. Красивые, да? Я это, плоскогубцы принес. Вы забыли. Ну если принес, спасибо. А то я уже думал новые покупать. А это ваша семья? Да. Маленькая? Это Кристина. А постарше? Это Карина, моя жена. А ты что, пришел поговорить про мою семью? Нет, но просто у меня такой период. Да, я уже слышал. Дам тебе совет. Не зациклийся над тем, что было. Думай, что будет после. А можно попроще? Никогда не упускай возможности. А вы упустили? Плоскогубцы вернул. Свободен. Понял. Все правильно? Так, все правильно. Мог бы не спешить, потом бы отдал. Мне Саша все рассказал. Да, все нормально. Ладно, бабушка, нам уже надо идти. Димон, не знаю, как это сделать, но спасибо. Слышь, Ксюша. Да. Твое предложение еще в силе? Ну да. У меня как раз есть еще один билетик. Тогда до вечера. А как же твое лучше никуда не высовываться? А я решил не упускать возможности. А вот это правильный настрой. Тогда до вечера. До вечера. Пискотека. ПОСЛИДИЯ ЛЮБОВЬ ПОСЛИДИЯ ЛЮБОВЬ ПОСЛИДИЯ ЛЮБОВЬ ПОСЛИДИЯ ЛЮБОВЬ Это же просто для фотки. Ничего такого. ПОСЛИДИЯ ЛЮБОВЫ ПОСЛИДИЯ ЛЮБОВЬ Нет, я просто не понимаю, просто. Я плакала и расстроенная была. Алло, кто это? Вы ошиблись номера, во-первых. Ошиблись номера? Из-за тебя, моя дочь. Да, это получается отец Болина. Она! Что? Плохо слышно! Если моя дочка, если Болина... Что? Болина? Да, я в больнице, врач, и всё из-за тебя. Да, конечно, я в шоке. Мне нужно в больнице. Ты больше не поверишь никому и никогда. Последняя любовь. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось это видео, подписывайте, подписывайтесь на канал. С вами был Михаил Юрьевич Патан, и всем удачи, всем пока-пока. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, и... Сразу же в голову говорю. Всё? Переходите в ссылки в ВК, и там добавляем друзья, и пишем мне привет, как дела, и всякое. Ну с вами был Михаил Юрьевич Патан, и всем удачи, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok